Равно мы гуляли по дворе, а Лёмка, Мишка и я. Вдруг во двор въехал грузовик, а на нём ёлка. Мы побежали за машиной. Вот она подъехала к дому управления, и шофёр с нашим дворником стали эту ёлку выгружать. Они кричали друг на друга. Легче, да возноси, правее, левее. Легче, а то без пицца пломаешь. Когда они выгружили, шофёр сказал. Теперь надо эту ёлку заактировать. И ушёл. А мы остались возле ёлки. Она лежала большая, мохнатая, и так вкусно пахал морозом, что мы стояли, как дураки, и улыбались. Вдруг, а Лёмка взяла из одну веточку и сказала. Смотрите, а на ёлке сыскимися. Сыск? Это она неправильно сказала. Мы с Мишкой так и покатились. Мы с ним смеялись оба одинаково. Но потом Мишка стал смеяться кратче, чтобы меня пересмеять. Но я Мишка поднажала, чтобы Мишка не думал, что я сдаюсь. Мишка взялся с другими руками за живот и орал. «Ой, умрёт смеха с лиски!» Мне, конечно, поддавал жару. «Девочки, пять лет дам на лиски!» А потом Мишка попал в обморок и застонал. «Ох, неплохо!» «Ой, умрёт смеха с лиски!» И стало как «Ох, смеха с лиски!» «Ох, умрёт смеха!» «Ох, умрёт смеха!» «Ох, умрёт смеха с лиски!» «Ох, умрёт смеха с лиски!» На, ура, ты говоришь, хыки, а надо сыски, а Мишка, именно что не надо сыски, а надо хыки. И давай, ёба, реветь, слышится одно, сыски, хыки, сыски. Глядя на них двоих, я так хохотал, что даже проголодался. Я шёл домой и всё время думал, чего они у вас так спорят, особо неправы, ведь это одно очень простое слово. Я становился и клепо сказал, никакие не сыски, никакие не хыки, а только и ясно, фыки, вот и всё.